сегодня 21 июля 2020 года дача на южной крайне симферополя ну план видео какой моя борьба и размышления по поводу пырья как можно его использовать если нельзя побороть вот покажу как я подхожу к нескольким кустам и деревьям которые растут у меня в пырья а в конце видео я покажу разрежу два ореха трапезунт справа и сортоформу 4219 по просьбе марины владимировны протасовой и мы посмотрим в сравнении насколько сейчас заполнено ядро 4219 и у трапезунта изначально у нас вот эти вот дачные участки тут несколько дачных участков по 4 сотки куплены нами они были предназначены в основном для овощеводства картошка там помидоры и прочее и все это перекапывалось все это было в прием но в конце концов настал такой вот когда мы этот при полностью победили здесь не было ни одного клочка пырья последний пырей который я выкопал я положил на сушку он хорошо просушился по моему мнению и этот гору высушенного пырья я разложил обильно вокруг этой вот яблони семеренка семеренка было это скажем так лет пять назад после этого у меня не получилось несколько лет бороться с этим пыреем и вот этот пырей ожил и практически он у меня здесь соток пять захватил я продолжаю с ним бороться это очень тяжелое дело есть у меня отвоеванные участки есть участки которые я просто выкашиваю как мульчу но и в этих участках у меня растет несколько трапезунтов вот такая предварительная история но теперь непосредственно к примерам моих нескольких трапезунтов на которых я хочу сегодня обратить внимание которые растут в пырье полностью вот при весь выкашивается ложится в приствольные круги развития фундуков в принципе в такой агрессивной среде как пырей нормально я думаю может быть даже грешным делом как бы пырей не помогал взрослым таким 3-4 летним деревьям развиваться может там какая-то какой-то у них симбиоз с корнями наступает ну конечно если это однолетка то наверное бы задушил он его ну вот более-менее зрелые штамбы он как бы щадит и помогает перегнивая формирует мульчу который идет на питание этому дереву вот это штамп покажу сразу последствия штамбовой формировки здесь у меня несколько веток я обрезал на штамбовую формировку из-за погодных условий плохих в этом году сто раз уже говорил не буду повторяться за возвратных заморозков вот эти вот приросты на которые рассчитывал получились достаточно слабенькими но зато видите тоже обрезано приросты слабоваты но зато те ветки которые я не обрезал оставил на плодоношение из-за плохих погодных условиях конечно урожай дали мне маленький но дали приросты гораздо более значительные чем те которые ожидал с обрезанных побегов и это мое наблюдение касается уже многих кустов трапезонда скорее всего буду я эту тему развивать более подробно и на более наглядных примерах но а вот приросты с обрезанных мне кажется что существует определенный возраст у трапезонда с которого в принципе вот эти вот обрезки уже пора прекращать делать вот совсем молоденький штамп который растет у меня здесь пырье тоже самое здесь было видите три ветки прошлогодних и две из них я обрезал хотел получить из них хорошие приросты но приросты пошли вообще не с них а пошли вот так вот снизу принципе неплохие но вот что бросается в глаза смотрите насколько не обрезанная ветка по толщине обогнала в развитии те обрезанные то есть мне в принципе не надо было все это обрезать и вот это вот третья ветка которую я ставил на плодоношение вот именно в этом случае нам не дала просто ошеломительный урожай как для одной ветки вот это вид с этой стороны а вот это вид с другой стороны и приросты пошли неплохие вот четырехлетний куст почему куст потому что не штамп скажу еще раз повторюсь я до сих пор не убежден в том что штамп является лучшей формой ведения фумбука сорта трапезонт именно сорта фундука трапезонт изначально он формировался штампом давайте посмотрим на его историю вот это был посаженный отводок здесь обрезан вот он первый год обрезан второй год первые скелет ветки скелетного порядка первого вот он второй год обрезан вот он третий год здесь я уже не обрезал и вот четвертый год новые приросты то есть ему пошел четвертый год за прошлый год я вырастил три самых сильных порослевых побегах остальные убрал вот они раз два и три основной штамп который я помню вести штампом я не стал срезать потому что на нем урожай я его так вот с помощью колышка отвел чтобы он не мешал расти поросли и теперь у меня получилось 4 скелетных ветки собственно старый штамп который мне будет давать урожай он и сейчас его дает прекрасно вот с этой стороны зайду урожай этот средненький половина где-то от нормального урожая он уже показывает мне заложил сережки значит здесь будут однозначно орехи много таких сережек но и одновременно здесь растут три ветки которые будут формировать мне куст весь пырей вокруг этого куста был выкашен сейчас я когда покажу вам ну то что хотел показать я этот пырей заложил обратно и он будет формировать здесь ну мульчу для приствольного круга какие операции я провел с этим кустом значит были обрезаны вот у трапезонда очень часто растут не подземные порослевые побеги и очень часто сильные побеги растут именно с нижней части ствола они угнетают ствол замедляют рост и поэтому ну хотя бы раз сезон вот в это время нужно отвести мульчу и все пересмотреть и все вот эти вот со ствола растущие побеги нужно убрать это недостаточно сильные были потом я убрал все слабые побеги оставил 8 сильных более-менее побегов и опять же вот я продвигаю тему говорю что вот есть доминантные побеги вот обратите внимание здесь среди порослей есть один доминантный побег посмотрите насколько сильно он отличается от остальных побегах даже вот самый как бы толстый среди них он все равно в два раза толще именно из этих доминантных побегов в конце концов и надо формировать либо штамп либо куст они есть такие доминантные побеги но они не не сразу проявляются там могут на третий год на четвертый год проявиться они очень сильно резко отличаются после помощи от остальных порослевых побегах вот номинантные побеги ну а остальные порослевые побеги я на следующий год хочу попробовать укоренить методом воздушно-вертикальной отводки потому что горизонтальные отводки из них не сделаешь в пыре их не пригнешь у меня есть видео по воздушно-вертикальным отводкам дам ссылку под видео вот что он из себя представляет но это укореняю я побеги текущего года а вот на том кусте я попытаюсь укоренить побеги двухлетние сильные вот мне будет интересно как они будут укореняться вот чтобы присмотреться докуда он дорос за четвертый год вот риск один метр вот риска полтора метра то есть основные ветки находятся где-то на высоте метр двадцать метр тридцать вот у меня штамп который в принципе идет по пути того штампа который я вам только что показал он но только с опозданием на год то же самое видите здесь есть поросли текущего года оставлены здесь четыре самых сильных побега на следующий год они у меня будут формировать стволы куста а вот этот вот изначальный побег изначальный штамп я вот так вот его тоже отклонил и дам рост вот этим вот новым порослевым побегом очень сильным которые будут формировать у меня куст на что обращаю ваше внимание вот смотрите идет с опозданием на год но здесь вот орехи за счет того что здесь нет сильных побегов второго года только первого года орехи здесь сразу в полтора крупнее чем на том кусте которые вам показывал смотрите почти в полтора раза сильная поросль она достаточно сильно уменьшает размер орехов вот он куст который часто показываю он в основном нацелен на отводки и плюс здесь еще есть побеги порослевые которые уже доросли до метра восьмидесяти текущего года которые будут пригибаться в следующем году но вот посмотрите на разницу в размерах орехов вот это тот орех большой который сейчас буду разрезать смотреть а вот здесь вот такие вот орехи естественно они существенно мельче чем если бы они могли быть без поросли вот орех сорта формы 4219 он взят вот с этого двухлетнего штамба великолепное развитие уже сережки есть мне кажется он еще не набрал полностью свою форму свой размер он еще возможно будет расти мне так кажется плюс на двухлетних штамбах получается не самые крупные орехи то есть вот по этому ореху нельзя судить у его настоящих размерах взрослого ореха орехи будут больше ну и плюс еще повторюсь скорее всего он еще не не дорос до своего полного размера ну а вот этот вот орех трапезунда взят вот с этого штамба то есть урожай здесь небольшой из-за погодных условиях я вам хочу показать орехи то есть я не выбирал специально какого-то самого крупного ореха он весь сейчас вот в таких просто гигантских орехах но еще несколько секунд вот меня спрашивали как выглядит сорт карамановский вот то что у меня растет в школке полученные из сочи был пересорт здесь два сорта получилось кавказ и карамановский вот первый год мне показал орех сорта карамановский это стопроцентный карамановский полученный из сочи обратите внимание на его плюску вот такой орех у него чуть-чуть застренный он не плоский вот так он по одному практически не завязывается он завязывается вот такими вот кластерами вот еще раз орех плюск у него такая из зубри на ветер чуток заостренный и сверху выглядит вот так это чтобы вы думали вот он ядро 4219 то есть я был крайне поражен она полностью заполнена полностью вот на данный момент конечно это не не зрело ядро но заполнено на полностью а вот по трапезунду получилась вот такая ситуация для меня очень удивительная вот видите орешек верху вот оно ядро вот идет такой канальчик середины который питает его дело в том что несколько дней назад я снимал другое видео по трапезунду я показывал вот этот орех здесь ядро было но она практически заполняла больше чем наполовину скорлупу вот в этом случае мне попалась попался вот такой трапезунт и вот такой вот такой полностью наполненный 4219 вот размеры трапезунда доходит он до трех сантиметров вот видите самые крупные орехи в этом году у меня будут но может если не до трех с половиной то до 3,3 будут доходить вот он 4219 два с половиной него длинная часть и 2,1 такая менее длинная часть вот ядро 4219 из двух половинок на нынешний момент засиме с вами прощаюсь всем добра и мира привет из крыма